Деда Мороз Сантиметров 8 Наверное 16 много на такую высоту Я не буду делать очень большого Сделаем Да, 13 на 7 13 основания Высота конуса 7 И плюс тут будет голова То есть вот так вот нормально То есть сначала мы вяжем конус, потом рассчитаем голову И делаем шапочку-бороду Итак, 13 это у меня ряды В одном сантиметре По моим расчетам 4 и 7 петли Умножаем на 13 Получается 60 рядов Вязание у меня поперечное 7 это петли 2, 42 петли Умножаем на 7 Равно 16 и 17 Так, вот это петли 17 петель 60 рядов Вязать буду Фазами Это поскольку примерный размер Я, чтобы не Сильно заморачиваться Могу подогнать мои расчеты Под Под Деда Мороза Либо Деда Мороза подогнать под расчеты То есть либо расчеты подгоняю Либо Игрушку Либо считаю Все по всем правилам Но поскольку у нас нет Такого Такой необходимости Делать вот точно-точно Вот такого размера Мы можем немножко Эту игрушку изменить Под себя Поскольку 17 петель Я могу сделать 18 3 фазы получается Умножаю на 3 54 Прекрасно У меня будет Дед Мороз 18 петель 54 ряда Это Как раз 3 фазы Плюс дополнительные 2 рядочка 56 Замечательно Все просто замечательно Я подгоняю Мои фазы Под Примерное количество рядов Я не буду делать Очень точный расчет Это никому не нужно Поэтому за 63 Получается у меня 54 ряда Делю на 18 Равно 3 Это 18 36 И 54 Вот 3 фазы 18 За 18 рядов Я вывожу все петли И ввожу их обратно То есть 9 рядов вывожу 18 петель За 9 рядов Ввожу 18 петель По 3 петли Даже считать не буду 3 9 Петель Это 4 Раза Я могу ввести 3 3 3 И Оставшиеся петли Я оставлю для того Чтобы у меня вот здесь Что называется Тело было Если я все буду под ноль убирать У меня здесь будет очень узко То есть Я делаю Фазы 18 Рядов У меня одна фаза За 18 рядов Я должна Убрать петли И ввести их обратно в работу Это Пополам Делится Либо я могу делать Одной фазой Либо двумя Я буду делать двумя Просто потому что У меня должен быть средний ряд Я буду делать Деду Морозу Опушку Белую Значит у меня Самый первый ряд И самый последний Будут Белым Отделкой Это будет животик Если я буду делать Вот таким методом Все выводить Потом все выводить У меня этот животик Может немножко уехать в сторону Потому что Немножко перекрутится Вязание Такого не хочу Поэтому я делаю Равносторонним треугольником Значит 18 рядов Это Пополам делится 9 рядов Здесь 9 Здесь 18 Петель За 9 рядов Но 9 рядов Вы понимаете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 Это не значит Что все 9 рядов Я могу убирать петли Эти фломастеры Виднее Я могу убрать Через ряд То есть я либо В первый не буду В второй В четвертый В шестой В восьмой Четыре раза Я убираю Вот эти вот Петли И четыре раза Я их ввожу Я не могу Делать каждый ряд То есть частичное вязание Выполняется через ряд Значит За 4 раза Я должна убрать 18 петель 18 делим на 4 Это собственно По 4 4, 4, 4, 4, 4 Это 16 И 2 петельки У меня остается Как бы тело Вот здесь Создавать По 4, 4, 4, 4, 4 Значит Я Каждый раз Убираю 4 петли Ввожу 4 петли Убираю Ввожу Убираю Ввожу Вот так вот Я делаю 3 раза Провожу 54 ряда И закрываю Деда Мороза Но мне нужна внутренняя часть Опять же Вот эту вот часть Для того Чтобы Стянуть И чтобы у меня было закрыто Так 13 Поскольку у меня 13 Петель 13 сантиметров основания Смотрю Что Сколько это получается Здесь Примерно 4 4 это Ну полтора сантиметра Опять Вот здесь Полтора Полтора сантиметра 2, 42 Умножаю на полтора Получается 3, 6 Здесь 4 петли Вот эти 4 петли Я не буду Ничего рассчитывать По одной Каждый ряд Убираю По одной Ввожу Я буду делать Вот так вот 4 убрала По одному По одной петельке За ряд 4 ввела 4 убрала 4 ввела Сейчас я вам все это покажу Ничего сложного тут нет Это простое частичное вязание Частями убрали здесь Частями убрали здесь Ввели Ввели То есть Вводим И убираем петли По Самому Самому Простому Разделяю Мои 18 Петель И 4 Донышка Платинкой Нулевой Либо какой-то другой Чтобы ничего не рисовать На машине И не запутаться Первый ряд Отделочный То есть у меня будет Белая полоска На животе И дальше Один ряд провязываю Основной Соединяю нить Вязание будет поперечное Значит я опять оставлю Открытые петельки Буду сшивать Горизонтальным швом Так И теперь Теперь смотрю Расчет Здесь я каждые Два ряда Должна убирать По 4 петли Мне надо провязать До 60 рядов 56-60 Как получится Эта игрушка Она не требует Очень серьезного расчета Я не рассчитываю Что вы будете Очень все это Серьезно считать Поэтому можете Вязать по моим расчетам 18 петель Как бы Тело Самого Деда Мороза 4 петли Донышко Итак 4 первых петли 4 первых иглы Выдвинули в переднее Нерабочее положение Один ряд Донышко Первую иглу В переднее Нерабочее положение Два 4 вторых иглы Выдвигаем Три Еще иглу Выдвигаем 4 Еще одну Еще 4 Видите Замечательно И еще одну То есть Даже не придется В разнобой Ничего вязать Все прекрасно Теперь я просто По очереди Ставлю 4 иглы В работу Одна В работу Четыре иглы Здесь В работу Одна Игла Донышко Четыре иглы Здесь Одна Игла Здесь Никаких Сложностей Четыре Игла Здесь Одна Игла Здесь 13 Ну и Пару рядов Провяжу Для того Чтобы здесь Что-то Оставалось Раз Два Так Первая Фаза связана Делаю Вторую Четыре Иголочки Вперед Одна Иголочка Вот так Повторяю До 56-60 Рядов Где-то Где-то В этом Районе Мы Должны Остановиться Провязали Теперь Один ряд Беленьким Белым Я буду Зашивать Наши Петли Поэтому Прошиваю Провязываю Один Белый ряд Отделочный Плюс Я белым Зашью Трикотажным Швом Можно Не трикотажным Можно зашить На машинке Все равно Здесь будет Борода Шарф Поэтому Все будет Не видно Итак Белый Мне больше Не нужен Синий Туже Снимаю Все на Брусовые Нити Отпариваю И буду Зашивать Петли Мне Останется Сделать Шарфик Голову Бороду И Снимаю На брусовую Нить Так Смотрим Что у меня Получилось Донышко Замечательное Дед Мороз Очень ровненький Замечательный Дед Мороз Вот такими Фазами Это гораздо Ровнее Получается Чем Просто Уголочком Так Белая Опушка Впереди Вот здесь Вот Отверстие Я даже Зашивать Не буду Потому что Мне нужно Чтобы Здесь Хоть Какая-то Толщина Была Сюда Здесь Набивочный Материал И сюда Голову Так Смотрю Теперь Вот на Такой Объем Какого Размера Голова Подойдет У нас получается Голова Сантиметра Два с половиной Должна быть Судя по всему То есть Два с половиной Сантиметра Это где-то Два с половиной Да Смотрю Такая Голова Подойдет Может даже Три То есть Так Беру Девять Сантиметров Так Шарик У меня Будет Девять Сантиметров Девять Сантиметров Это Петли Итого Рисую Здесь Девять Девять Сантиметров Петли Девять Умножаем На Два Сорок Два Двадцать Петель Примерно Поскольку У меня Сверху Шапочка Снизу Шея И шарфик Я могу Вообще Не делать Закругления То есть Два с половиной Девять Делим Четыре Это Длина Моей Головы То есть Девять Делим На Четыре Два Два С половиной То есть Вот здесь Я могу Связать Три Сантиметра Вот Такую Полосочку И все Затяну с двух Сторон И больше Не надо Ни о чем Думать Три Сантиметра Я Я вам Сейчас Объясню Потому Смотрите Берете Шарик Если Вот этот По окружности Он составляет Девять Сантиметров Половина Четыре с половиной А половина Половина Это вот Вот эта вот Часть Это четвертая Часть шарика Три сантиметра Три Умножаем На четыре И семь Получается Четырнадцать То есть Двадцать петель На четырнадцать рядов Я вяжу Вот такую Полосочку Зашиваю Любым швом Сзади будет Шапочка Все Я стяну Просто по Двум сторонам Пришью сюда Я даже не буду Шарик вывязывать Просто Вот такая полосочка Двадцать петель На четырнадцать рядочков Белым Вяжем Двадцать петель Четырнадцать рядов Лицо Сделаю розовым Сколько у нас Дедушка Мороз Румяный И просто снимаю Эти петли На эту же нить Чтобы стягивать Даже ничего Придумывать не буду И просто Вот так Все петельки На эту нитку Снимаю Для начала Я посмотрю Что у меня получается Потом буду вязать Шапку Я даже не буду Горизонтальным швом Сшивать Потому что у меня Лицо будет закрыто Вообще со всех сторон Я его просто свяжу Вот этой же веревочкой Шью Тело Сошью горизонтальным швом Для этого надо слегка Подпарить петельки Иначе они могут убежать В процессе сшивания То есть я подпариваю петли Сшиваю горизонтальный шов Тело Потом сшиваю голову Уже просто иголкой Тоже набиваю ее Материалом Пришиваю к телу Потом смотрю Что у меня с шапкой Шарфиком и бородой Получается Получается, что здесь Голову стяну с одной стороны Вот здесь тоже самое сделаю Через протяжки Просто Можно крючком Можно иголкой Вот этой же нитью Которая у меня с ней Оставалась Перед набором Вот так вот Просто Удеваю ее сюда И тоже стяну С нижней стороны То есть у меня получится Вот здесь Стянута голова И снизу стянута голова Здесь просто пришью По краю Одну из вот этих вот ниточек Просто стяну и пришью Потом набью И немножко Припосажу Со второй стороны Не буду делать Совершенно круглый шарик Это не нужно Немножко вот оставлю Вот так Ну сейчас я вам это покажу Сейчас зашиваю Тело Деда Мороза Белой нитью Горизонтальным трикотажным швом Каким я сшивала Все-все игрушки Ничего нового здесь нет Сшиваем точно так же Трикотажно-горизонтальный шв Всегда начинается С той стороны Со стороны Противоположной Нити Которые мы зашиваем Так Вот это вот у меня Синенькая ниточка Она пойдет затягивать Тело Деда Мороза Ее я не трогаю Берем первую петлю Вводим сверху Выводим снизу И соседней Теперь можно чуть-чуть Подтянуть Выходили только что Из этой петли В нее входим сверху Выходим снизу И соседней Выходили из этой Входим в нее сверху Выходим снизу Соседней Все Здесь вот подтянуть Чуть-чуть Вот здесь чуть-чуть Подтянуть И получается И вот это вот Подтягивается То есть все это Завязывается Затягивается И получается у нас Абсолютно Ровный шов Вот получается Туловище Синее Видите Замечательно Зашито снизу Вот Голова Шов сзади Вот это вот У меня перед Это живот Шов головы Идет назад Просто Представляю Здесь не до конца Зашито Здесь вообще Не зашито Представляю И через край Вот здесь Самому краешку Тела Подшиваю У меня здесь будет шарф Борода Все будет закрыто Просто вот Беру эту же нить И Так Где-то Спинка Убираю все внутрь Через краешек Протяжка здесь Протяжка здесь Вот так вот Подшиваю Пришиваю Голову Главное Чтобы шов Был сзади За самые краешки Здесь беру За краешки Здесь Пришиваю Голову Шапочку Можно Померить Даже Ниточкой Как Я буду Через Нижнюю часть Головы И Вот где-то Здесь Так Вот такой Длиной Шапочка Длиной Шапочка У меня Получается 10 Сантиметров Вот Минимум 10 На 6 25 Петель Белая Опушка Начинаю Набирать Косичкой Косичкой Набираю Только потому Что она Смотрится Более Толстенько И аккуратно Причем Двойной Косичкой Чтобы у меня Был толстый Толстый Край Аккуратно Двойной Косичкой Набираю Первый Ряд Вы посмотрите Что это будет Выглядеть Как опушка Это будет Толстый Толстый Край Действительно Как опушка Смотреться Будет Не троплю Сделаю Одинаковые Петелечки Провязала Один На правой Косичкой Провязала Один ряд Отделкой Белой Ниточкой Теперь Вяжу Шапку Основной Нити Счетчик На нуле Провяжу Четыре Рядочка Прямым Полотном Без Убавок Без Убавок Раз Два Три Четыре Для того Чтобы мне Как-то Не делать Убавки На голове Теперь Начинаю Делать Убавки Раз Два Каждые Два Ряда Я Убираю Одну Петлю Можно Делать Декером Можно Делать Декерные Убавки Можно Делать Простые Убавки Как я Сейчас Делаю Простую Убавку Делать Делать Зад Делать 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 Рукавички Провяжу Рядов 5-6 Можно Поменьше Четырех, наверное, хватит. Дед Мороз у нас маленький. Четыре ряда беленькой ниточкой. И сейчас посмотрю, сколько провязать синий. Так, раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, десять. Все, десять рядов вполне достаточно для ручки. Снимаю это все на нить, стяну и буду пришивать. Сейчас сижу вторую ручку, буду пришивать Деду Морозу. Сейчас посмотрим, что получается. Лукавички с ручками, вот сюда вот просто пришиваю ручку. И с этой стороны будет вторая. Получается вот такой Дед Мороз с ручками. Сейчас мы ему свяжем шарфик. Шарфик я точно так же веревочкой померю, какой длины. Шарфик белый, беленький сделаю. Здесь он будет вот такой. Для того, чтобы закрыть вот эту шею, где пришив ручек, вот это все так. Шарфик будет вот такой длины, где моя линейка. Так, шарфик. 15 сантиметров шарфик. Вяжу небольшой шарфик руликом. Не буду даже придумывать рядов набираю. 15 сантиметров это петли. 2, 14 умножаю на 15 равно 30. 32 петли. Шарф 30 петель. 4, 5, 6 рядов. Получается рулик. Берем Деда Мороза и на плечо ему набросываем шарфик. На плечо. Так вот. И пришиваем. Здесь зашиваем все некрасивые края, которые были при соединении. Зашиваем соединение ручек. Зашиваем соединение с головой. Все, все закрыто. Вот это сейчас пришью. Теперь мне осталось отделать лицо. Кустистые брови белым. Нос, рот. Пусть улыбается. Но самое главное Деда Мороза, конечно, борода. Вот у меня этот холофайбер. Посмотрите, у него бывают такие вот завитушки. Я выбираю вот эти вот завитушки. Из них шикарнейшая борода получается. Посмотрите. Если нет холофайбера, конечно, ниточками. Вот этими же белыми нитками можно сделать прекрасную бороду. Но если есть холофайбер, воспользуемся как-то достижением цивилизации. Выбираю вот эти все завитушки. Катушечной нитью просто формирую эту бороду. Аккуратненько. В нескольких местах ее сейчас... Сейчас вот так вот к Деду Морозу пришью. Видите, получается дед с бородой, с усами. Глаза, кустистые брови, нос. Все. Даже рот не нужен, потому что он закрыт вот этой вот нашей замечательной бородой. Я его могу сделать подлиннее. Длинная-длинная борода. Настоящий Дед Мороз. Осталось лицо нарисовать. Приклеить бороду. Либо приклеить. Кстати, ее можно приклеить. Да, еще лучше. Пришивать не надо. Оформляем бороду. Кустистые брови. Помпон на шапку. Все. Все готово. Игрушка чудесная. Все. 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 Продолжение следует...